Всем привет! Добро пожаловать в постройки Sims 4. И сегодня у нас на повестке дня постройка целого квартала. Я очень давно вынашивала эту идею, если честно, но все как-то откладывала и откладывала. Мне казалось, что нужно набрать побольше референсов, потому что я не смогу сама что-нибудь там придумать. В итоге, что-то я насмотрелась, кстати, Бруклина в Нью-Йорке. Я посмотрела эти квартиры. В каком-то фильме еще недавнем была такая квартира с лофтом. Кстати, фильм, по-моему, не в порядке или что-то такое. I'm not ok. Там главная героиня как раз живет в таком лофте, который мне безумно понравился. Я решила, что хочу такие квартиры, потому что наши стандартные дома, которые у нас есть, они как бы без таких классных лофтов, лофтов. Как правильно они склоняются? Я даже не знаю. Надо было проверить заранее, а я, как обычно, не проверила. Ну, неважно. В общем, мне понравился тот лофт, в котором она жила. Я решила сделать что-то похожее, хотя, как обычно, я начала строить. Вообще, как-то совсем другие планы у меня. Ну, как обычно. Я почему-то себе сначала выстраиваю какую-то картинку, потом что-то вообще другое делаю, потом такая, ой, а я же хотела вот это. А у меня тут не складывается, потому что, когда я достроила эти дома, потом я начала, собственно говоря, делить это все на квартиры, и получилось, ну, так себе. Ну, то есть, на самом деле, хорошо похоже на реальную ситуацию, когда лофты именно строятся в бывших промышленных зданиях, то есть, которые не предназначены теперь для жизни. Это предполагалось вот так вот. Вот. И это выглядит немножко странноватенько. Но вообще, задумка в том, что вот построить этот квартал... В этом видео я обставляю еще... Что там у меня, получается, книжный магазин и, типа, кафешечки. Вот. Я решила, что на углу у меня будет... Я знаю, что книжный магазин не будет работать, но ладно. Мне всегда хочется книжный магазин, потому что я сама люблю книжный магазин и всегда их тулю во все места, которые я могу. Вот. Книжный магазин и сверху у нас кафешечка. Вот. А в следующих видео я буду застраивать эти дома. То есть, я буду обставлять квартиры. Я хочу продумать прям все-все-все, что я могу. И обставлять все эти дома, все эти квартиры, которые внутри. То есть, как бы, придумать семьи для каждой из этих квартир. Квартир, на самом деле, будет много. Я даже не знаю, в одно видео я смогу вместиться или нет. Ну, как бы, в одно видео я, конечно, вмещусь, если оно будет бесконечным. Но дело в том, что если оно будет не бесконечным, то как либо делить, либо не знаю. Ну, вообще, кстати, можете написать, что вы думаете по этому поводу. Интересно вам будет вообще это смотреть. Интересно. Мне тоже интересно услышать ваше мнение. Потому что мне интересно обставить все эти квартиры. То, что, повторюсь, когда я начала их делить на квартиры, там получилось такое что-то. невообразимое такое, странное. Ну, то есть, это настолько плохо, что даже хорошо мне интересно, что я смогу со всем этим делать. Вот. Так что, если вам интересно, подписывайтесь и смотрите следующие выпуски. Всего этого строительства, всей этой стройки. Вот. Так что, посмотрим, как оно все будет. Мне самой интересно, как это все получится. Потому что я ничего еще не делала дальше. То есть, у меня такой абсолютный экспромт. Вот. Потому что что-то как-то... Ну, нужно было что-то построить, а я что-то никак не могла придумать. Мне хотелось очень сильно вот этот лофт построить. А обставить, если не лофт. А подходящего ничего не было. Поэтому я подумала, что надо бы его самостоятельно построить. Если чего-то нет, то нужно самому все это сделать. Вот. В общем, пока построила, это уже долго. Пока это все заполнило, у меня всегда проблема немножечко с оформлением улицы. Потому что мне кажется, что там нужно... Ну, я вообще человек, который не любит пустое пространство. Я все время тяну больше-больше всего. То есть, декора, каких-то лавочек. Вот если я оформляю там улицу, то мне нужно вот, чтобы много было. Ну, здесь я наконец-то в какой-то момент я все-таки расслабилась. И сделала просто зеленую зону, которая вполне жизнеспособна, собственно говоря, на улице. То есть, не обязательно, чтобы каждый сантиметр был чем-то функциональным занят. Это же нелогично, я думаю. Помимо фонтана, у меня там рядом с фонтаном, точнее, будет еще просто зеленая зона. Вот просто, без ничего. Представляете, это прям для меня была какая-то... Ну, как, была проблема, чтобы оставить там зеленую зону. Хотя, повторюсь, я прекрасно понимала, что такое возможно. Просто зеленая зона, просто улица, кусок улицы. Какой-то там, не знаю, скверик небольшой во дворе дома, еще что-то. Ну вот, вполне-вполне себе жизнеспособна, как мне кажется. Вот, я надеюсь, вам понравится эта улица. Возможно, вы что-то почерпнете для себя. Потому что я всегда из архитектуры, кстати, из реальной, что-то подчеркиваю, смотрю, всегда осматриваю вокруг себя. Как что, кто что строит, как что строит, как это все взаимодействует. И, кстати, по поводу логичности квартиры, я вот иногда там думаю, вот, я как-то странно настроила какие-то там проходы, переходы. Это все как-то немножко не то и так далее. А потом оказываюсь в реальных квартирах, там, например, особенно в новостроях каких-то. И понимаю, что я очень логичный строй. А вот те люди, которые в новостройках там делают перегородки, это прям фантазеры очень сильные, которые вообще не думают о комфорте людей. То есть, мне кажется, о комфорте людей они не думают в последнюю очередь. То, что я даже о комфорте своих симов стараюсь думать. Ну, частенько я думаю, а, зачем мы это сделаем? Будет неудобно обходиться, ходить. Это же не то, не так. И зачем вообще все это такое? Вот. А некоторые для живых людей тоже строят какие-то очень странные здания. Потому что я была в огромной как-то квартире, в новостройке. Она по метражу была просто какая-то нереально гигантская. Я все завидовала человеку, который в ней живет. Потому что мне казалось, там какие-то царские хоромы. И при том, что расположение было очень удачное. Высотка, которая выходила на лес, на озеро, что-то такое. В общем, все было шикарно до того момента, пока я не пришла в гости. И поняла, что больше 50% этой квартиры занимает коридор. Просто он нереально огромный. И в итоге там получилась какая-то странная, асимметричная, гигантская кухня. И две крошечных комнатки. А все остальное – коридор. Я не знаю, кто так планировал. Это вообще максимально не логично. Так что я со своими вот этими квартирками, которые я там наделила, знаете, как пирожок нарезала, так очень странно, асимметрично. Я еще как бы очень даже логична в своем расположении. И очень даже ничего, как оказалось. Так что я думаю, вы тоже сталкивались с какой-то такой планировкой, что ты думаешь, ну вот что, о чем человек думал вообще. Что он предполагал? Что тут будут делать вообще? Жить или как вообще? Вот. Так что посмотрим, на самом деле, в следующих видео, как я выкручусь, что я сделаю, какие семьи я поселю в этой всей... В этих всех домах, можно так сказать. Ну да, получается, в домах. У меня получилось два жилых дома и один вот этот общественный участок. Хотя, кстати, я очень люблю еще прачечную делать. Не знаю, почему мне так нравится. Это так весело. Можно такое все яркое сделать. Вот. Поэтому я, по-моему, не один раз делала прачечную. Но тут я себя сдержала. Но не сдержала в порыве сделать книжный магазин. Хотя, мне кажется, можно было и комиссионку сделать. Потому что это как-то больше соответствует тому, что у нас сейчас и есть. Потому что у нас же появилась функция участка. Комиссионный магазин с шариками. То есть там нужно, оказывается, почему-то обязательно ставить этот аппарат для баблти, для, ну, вот этого чая с шариками. Вот. Не знаю, почему так, но... Надо было, кстати, построить как-то... Вот что-то я как-то пропустила этот момент. Слушайте, ну, можно, кстати, на первом этаже построить нашего лофта открытый комиссионный магазин. Вот. Потому что такое тоже бывает, что, ну, на первых этажах, даже можно, наверное, даже на втором, что там какое-то коммерческое знание. Потому что очень часто вот эти лофты сдаются и продаются, точнее, как апартаменты. А апартаменты — это, в общем, такая зона, где вы можете и жить, и коммерческая. То есть это без вот такого жесткого определения, что это только жилое помещение. Я сталкивалась уже... Там кто-то показывал, что вот в таких домах, где именно апартаменты, иногда бывает, что, ну, вот, просто... Все там просто живут, то есть жилая зона, всё классно. Но при этом там магазин у них на девятом этаже просто внезапно такой. Ну, потому что апартаменты, они могут себе это позволить. Ну, то есть как бы это никто не запрещает. Так что здесь, возможно, и такая ситуация. То есть какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь маленькая студия, при этом ещё комиссионные магазины, которые функционируют. Ну, конечно, на самом деле ужасно, мне кажется, когда ты живёшь там, где и работаешь, и ты не можешь разграничить никак. И это, мне кажется, очень-очень некомфортно. Все, кто фрилансеры, например, кто работает на себя, прекрасно понимают, что когда у тебя нет этого разграничения, ты просто бесконечно в итоге работаешь. Все думают, что ты бесконечно отдыхаешь, но в итоге у тебя такой стресс, обычно, что ты, на самом деле, больше работаешь, чем отдыхаешь, и бесконечно, ты не можешь переключиться, отключиться от всей этой ситуации. Как-то, в общем, не очень хорошо всё это получается, но со временем ты находишь этот более-менее баланс. Хотя осознание того, что ты можешь там в любое время начать работать, это не обязательно, чтобы было как-то в адекватное, можно так сказать, время. То есть там можно же в три часа ночи начать работать, если тебе не спится, например, как мне. Можно начать чем-нибудь заниматься, что-нибудь там поделать для работы, не знаю, какие-нибудь картинки поделать, референсов себе натаскать, ещё чего-нибудь. Так что, не знаю, может быть, у вас нет, конечно, такой проблемы, только моя, но послушав остальных своих знакомых, которые тоже вот фрилансят и какими-то своими делами занимаются именно из дома, то да, да. Некоторые уходят из дома специально, типа, чтобы отдохнуть. Кто-то, наоборот, для работы, типа, уходят в какие-то такие места, где можно посидеть, поработать, чтобы немножко разграничить. Ну, все по-разному. Я со всей своей аппаратурой, если я пишу серию особенно, то я точно никуда не могу деться. Я просто сижу дома и надеюсь, что мои соседи не будут ничего кидать, бросать, хлопать дверьми. Хотя это за стенкой, но всё равно иногда, знаете, бывает так, соседи так хлопнут дверкой, что у тебя всё трясётся. Вот, поэтому я надеюсь, что... Ну, вот, я сижу в надежде на то, что ничего такого не произойдёт. Особенно в те моменты, когда пишется звук лайф, ну, в смысле того, что ты что-то там делаешь, что и Сима что-то делает, что-то происходит, и ты там с замиранием сердца ждёшь каких-то событий, которые переписать будет не так просто. Вот, и в этот момент просто ты надеешься, что ничего не помешает этого всего процесса, потому что переписывать – это какой-то жестяк на самом деле. Хотя у меня были пара моментов, когда мне пришлось три или четыре раза переписывать какой-то момент в челлендже, потому что что-то происходило у меня. Бывает такое, что или с охранкой что-то не так, или что-то происходит не так, или ещё что-то. В общем, ну, какие-то такие прям события сложились так, что нужно было переписать всё это дело, но это просто тяжеловато, потому что ты же стараешься там… Ну, я стараюсь какие-то свои эмоции записывать как бы как они есть. Вот как я отреагировала, так и отреагировала. А когда ты уже не первый раз реагируешь, то как-то сложновато. Актриса из меня вообще никакая, поэтому мне кажется, в каких-то моментах, конечно, тяжеловато мне бывает во всей этой ситуации. Но да ладно. Ну, кстати, если я переписываю какие-то моменты, я обычно вам это озвучиваю, что вот у меня первый раз не получилось, я снова там зашла, перезашла, у меня какие-то проблемы, у меня же была сохранка с пекарней, с которой были постоянные проблемы, там какие-то у меня что-то… Что-то не работало постоянно, какая-то функция, ещё что-то, и я прям сильно от этого страдала, потому что ладно ещё, когда просто какая-то твоя игра немножко влажает. А когда у тебя челлендж, когда у тебя уже записанные серии, когда у тебя там уже всё выстроено, а симы ведут себя очень странно, и вообще нелогично, или вообще там что-то происходит такое, что ты вообще не загадывал, и тебе оно не нужно, то это слегка, я могу сказать, выбивают из клеи. То есть иногда я очень, конечно, ругаюсь, что происходят те или иные вещи. Особенно, конечно, было весело по поводу того, что появился вот этот баг с старшей школой, когда все начали, как мухи, умирать, к сожалению. Ну, это и уже исправили. Я там вроде читала, что всё. А там ещё, кстати, нам экспресс-доставка недавно была, буквально на днях, по-моему, или вчера, или типа сегодня. Когда я записывала, по-моему, она уже есть. Я ещё не смотрела, но там возрастные... Ну, там, короче, поправили всю эту штуку. Немножко возраста у нас поменяли, расширили в старшую школу. То есть подростки просто чуть дольше у нас теперь есть, там, при стандартных продолжительностях жизни. Ну, кстати, я на маленькой продолжительности жизни уже не играла очень-очень-очень-очень давно. Вот. А ещё мне, кстати, интересно, что у нас же со всеми вот этими вот... со старшей школой до этого тоже были обновления по поводу межличностных отношений. То есть, там, персонаж нравится, не нравится, отказывает, там, или принимает ваше ухаживание и так далее. То есть усложняется вся эта ситуация, вся эта история. И мне вот интересно, а как сейчас играть в 100 детей? То есть раньше там, типа, построил глазки, сходил на свидание, и как бы всё. Ты можешь замутить, по сути, с любым персонажем. Вот реально, практически с любым. Потому что я когда для себя играла, как-то у меня, когда я ещё не была блогером, собственно говоря, меня это сподвигло отчасти, что я играла в 100 детей, и, ну, реально, одно свидание, и всё. То есть там понравился персонаж, ну, как бы внешне, типа, прикольный истерик. Когда у тебя там уже 30 плюс детей, ну, прикольный. Можно от него. И вы там чуть-чуть пообщались, максимум вот сходили на свидание, и всё как бы, и всё окей. И до свидания. Ты свою функцию выполнил, товарищ. А сейчас же это нужно понравиться, это нужно вызвать чувства. Вы можете не понравиться персонажам, потому что у меня периодически же сейчас начали, ну, как бы вот эти вот, как это называется, окна всплывать. Вот. Что? А вы понравились персонажу, или вы не понравились персонажу? Я такая, ооо, оказывается, теперь всё немножко слабо. Ну, как бы, как в жизни получается. Вы можете понравиться, можете не понравиться. если вы там даже, всё у вас хорошо, и вы такой весь молодец, но если вы не понравились персонажи, то как бы всё, что бы вы уже не делали, то не делали. Хотя и раньше такая была история. Бывали такие персонажи, которые вообще не хотели сводиться. У меня в каком-то из челленджей тоже была, по-моему, старшей сестре, и у меня персонаж практически влюбился в... Ну, там, вот как раз выросшая сестра, она влюбилась в персонажа, который вообще никак не отвечал мне никакой взаимностью. И я такого первый раз, наверное, встречала настолько тяжёлый... Настолько тяжёлый человек, который вообще никак не отвечал, ни на какие ухаживания, ничего вообще. Вот. Но такие... Ну, это было как бы исключением больше, чем как бы... Ну, постоянная какая-то история. А сейчас, мне кажется, это постоянно будет. Сейчас, мне кажется, прям те, кто проходит челлендж с ту детей, прям нужно постараться будет найти любовь всей своей жизни, потом как-то, в общем, потанцевать вокруг него, как-то поухаживать, и что-то там вызвать какие-то чувства, ещё что-то, ну, короче. Мне кажется, просто придётся прикладывать гораздо-гораздо-гораздо больше усилий ко всей этой ситуации, ко всем, на самом деле, построению отношений и всего прочего. Так что я немножечко не завидую. Но, с другой стороны, мне очень хочется попробовать. То есть сейчас это гораздо сложнее. Мне кажется, это прям такая сложно сочинённая история, и как бы, ну, не знаю, если вы не первый раз на моём катале, то вы знаете, что я люблю очень такие жестяковые какие-то челленджи, прям в которых нужно пострадать очень сильно. Вот. Может быть, как раз самое время начать с ту детей. Не знаю, посмотрим. В смысле того, что это будет очень сложно и практически невозможно. Но, кстати, по поводу зарабатывания денег, там же раньше очень было проблематично, чтобы хоть немножко какие-то деньги заработать. Сейчас вообще, мне кажется, это не проблема. А с экожизнью вообще не проблема. Ну, типа того, что покопался в мусорке и как-то всё окей. Вот. Так что, не знаю. Мне кажется, нам нужны какие-то дополнительные сдерживающие факторы, чтобы как-то всё это делать. Но, с другой стороны, я всегда советую начинать 100 детей всё-таки с квартиры, чтобы это... Ну, всё равно полегче, чем строить какой-то дом, потому что даже самый дешёвый дом вам обойдётся достаточно дорого. Там всего 20 тысяч. Хотя, наоборот, наверное, прикольно было бы. Но я бы, наверное, если бы я сейчас начинала челлендж, то я бы взяла маленький участок на Сулане. Вот. С выходом на море, ну, с водичкой и, ну, как бы, небольшой участок и построила бы какой-то такой шалашик. Ну, то есть, там же можно кушать на улице, всё делать на улице и поставила бы гриль, наверное. Мне чётко так понравилось ставить не обычную духовку, ну, в смысле, обычную плиту, а гриль. То есть, там такое разнообразие рецептов, которые может делать ваш персонаж вне зависимости от их навыка. Вот. Поэтому, мне кажется, как-то поудобнее и побыстрее всё это происходит. так что я влюбилась в гриль в последнее время, хотя раньше его... Ну, я всегда его ставила, но никогда не пользовалась, кстати. Я его всегда там на заднем дворе, чтобы был гриль, всё окей, но я его никогда не... ну, не использовала как-то, не заставляла персонажей как-то это всё использовать. В общем, как-то так. По поводу постройки. Как я вам и сказала, сейчас я построила, получается, участок. Я вроде как... Ну, я не знаю, может быть, я какие-то буду вносить изменения именно во внешность. Ну, что-то, скорее всего, ещё будут. Я буду что-то вспоминать, какие-то там потертости, какие-то там мусорные баки, ещё что-нибудь. Может быть, я добавлю. Хотя я не особо хочу, если честно. Вот. У меня получилось два жилых дома и один общественный типа участок с кафешкой и с букнистическим магазином. Ну, с книжным магазином. Вот. В следующих видео я буду заселять дома по одному. А может быть, по одному этажу, потому что там на том этаже у меня по две квартиры. Ну, хотя, ладно. У меня разные квартиры. Я думаю, что всё-таки в одно видео буду вмещать один дом. Вот. Возможно, я сделаю ещё комиссионный магазин. Посмотрим. Может быть. Чё-то как-то загорелась эта идея. Мне понравилась она. Не знаю. Пишите. Можете написать каких-нибудь персонажей, которые вы хотите поселить в этот дом. Можете рассказать о них. Я построю для них, обставлю, точнее, для них комнаты, квартиры. В общем, если вам это интересно, то пожалуйста. Но у меня уже куча идей, кого я там заселю. Вот. Потому что, к счастью, истории персонажей я очень легко придумываю. Почему-то для меня это никогда не было проблемой. Но у меня они все такие жестяковые. К сожалению, я любитель, чтобы люди страдали. Точнее, симы мои страдали. Потому что, и поэтому у меня регулярно какие-то неполные семьи с какими-то там проблемами или с ограниченным пространством, но с кучей всяких навыков и необходимых всяких штук, которые там нужны для работы, ещё чего-то. Зато это интересно, зато это весело. Не просто диванчик, креслица, плита. Так что, если хотите, присоединяйтесь. Если не хотите, можете просто посмотреть следующие видео, потому что, как раз следующих я всё это обставлю. А так, подписывайтесь, ставьте лайк до следующих видео и приятного просмотра! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!